здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы сегодня свяжем нимфу которая работает именно практически круглый вот но вопрос не в том как она работает а в том из чего она будет изготовлена по вашей просьбе мы сегодня изготовим нимфу но считайте это была моя первая нимфа которую я изготавливал так как вы просили из тех материалов которые практически но считайте что у нас ничего нет я взял крючок крючок будем говорить так покажу вам просто а вы уже потом для себя сделаете определенные выводы вот у меня имеются всевозможные вот такие разные крючки это серебряный ручей продает у нас можно подобрать крючок соответствующей величины значит я взял для работы крючок номер 14 по международной классификации на какой они там пишут номер вы уже потом посмотрите по величине потому что не всегда соответствует и огрузил обыкновенной медной проволокой которая где-то приблизительно толщиной 0 25 0 22 в данный момент не могу вам сказать точно клей-лак я думаю вы найдете всегда у себя изготовил вот такую приблизительно конструкцию обозначил где у меня будет грудка и как вы видите часть этого провода я оставил для того чтобы мы смогли с вами в дальнейшем просегментировать закрепить наше тело и действительно как я обычно всегда говорю мушки из подушки и вот берем обыкновенная перышко которое было в подушке практически из тех материалов которые у нас имеются мы можем изготовить это когда-то была шапка вот я буду использовать вот этот мех для изготовления нашего тела нитка подберете по своему крючку сами ну где-то приблизительно может где-то 90 дэнов если международной классификации или где-то 60 но ровница я давал провожу нить до крепления где мы будем изготавливать хвостик и теперь я от нашего пера оторву боковые бородки ну хорошую такую щепоточку не будем их как говорится пересчитывать но с десяток это точно предварительно их подровняем и я беру делаю вот как обычно раз и выдернул то количество бородок которое мне необходимо возьмем примере у этой нимфы мы будем изготавливать хвостик равной длине тела но сделаем его несколько меньше так как не желательно чтобы был слишком большой хвостик как всегда я беру протяжной петлей подхватил и посмотрю его длину вот приблизительно такая величина меня устраивает материал я не отрезаю так как мы будем в дальнейшем наращивать тело и для меня это даже очень хорошо теперь в качестве украшающего элемента если вы найдете какой-либо блестящий люрекс это хорошо нет мушку нашу можно нимфу изготавливать и не прибегая к таким элементом подхватили значит что еще я взял из обыкновенной медицинской перчатки вот как вы видите отрезал небольшой кусочек тот который мне понадобится для изготовления спинки и мы с вами изготовим грудку используя это если нет я уже неоднократно вам показывал можно вот взять кусочек обыкновенного полиэтилена честно скажу первая была изготовлена с использованием обыкновенной изоленты поэтому любой материал который вы сочтете необходимым он может быть использован в изготовлении нашей нимфы закрепим здесь нашу резиночку будем следить за тем чтобы она у нас ложилась ровненько без комканя вот приблизительно вот так и теперь следим за тем чтобы не ушел никуда наш хвостик мы подводим нить там где будем уже с вами изготавливать тело перепроверимся с нашей конструкцией можно еще пару оборотов выполнить этого будет достаточно теперь я возьму немножко нанесу еще клей закреплю элементы и немного подровняем наше тело лак для ногтей сразу вам скажу я не использую поэтому желательно сразу вам приобрести секундный клей который у вас был бы работал почти все время так как нет смысла потом десять раз эту нашу нимфу переделывать и нашей нитью постараемся придать коническую форму будущему нашему телу доводим до нашего как вы видите хвостика и теперь берем небольшими порциями сперва как я показывал вам уже я беру обыкновенный клей если нет возможности а у вас допустим есть возможность вот кусочек вощины или же кусочек церковной свечки значит промазываем только в одну сторону для того чтобы не порвать и не взлохматить нить потом я уже это проходил поэтому как вам будет удобно вы сделаете лучше конечно так и я беру вот вы видите небольшими вот такими порциями укладываем на нашу нить и слегка вот так начинаем формировать дабиновую нить сперва немножко потом чуть чуть побольше 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 еще побольше если у вас допустим будет цвет или оттенок несколько другой меха можно будет потом его подкрасить если есть белая тоже не страшно вышла вот такая у нас дабинговая нить удерживаем нашу резиночку чтоб ее не утянуло и как я уже неоднократно вам говорил сперва немножко не забываем подкручивать наш дабинг начинаем выполнять обмотку нашего тела дошли до формирования грудки здесь я обычно меняя нить на более темную но учитывая то что допустим нет возможности я беру обыкновенный маркер черный коричневый какой у вас будет и слегка подкрашиваю нить добавляем с вами еще хорошее количество так чтобы мы могли дойти с вами до серединки нашей грудки которую мы с вами обозначили подвели подхватили и вот так удерживая рукой проматываем наш дабинг приблизительно такого количества нам будет уже достаточно для формирования тела как вы видите вот оно должно быть вот такое веретенообразное теперь мы с вами берем наш блестящий люрекс и в обратном направлении начинаем проводить обмоточку нашим люрексом дополнительно придадим привлекательности нашей нимфе повторю если у вас по каким-либо причинам нет можно спокойно и не выполнять эту операцию дошли до крепления нашей грудки формирования удаляем материалы и обязательно в это место должны мы с вами немножечко капнуть так как сейчас будем крепить материалы которые ну они скользкие в частности наша перчатка медицинская поэтому нанесли немножечко клей берем теперь аккуратненько нашу резинку и стараемся не нарушив центра с вами ее вот так уложить чтобы находилась она сверху слегка в натяжку подхватили промотали переворачиваем теперь ее в обратную сторону нить переводим там где мы будем формировать уже окончательно грудку и оставляем и теперь самый такой ответственный момент мы должны с вами про хорошо сегментировать нашей проволокой продавить так чтобы у нас обозначились наши сегменты на нимфочке начинаем аккуратно выполнять эту операцию следим просмотрим за тем чтобы наша с вами резинка которую мы уложили сверху никуда не ушла и теперь переворачиваем обратно нашу сверху резинку промотаем можно даже без стеснения пару тройку оборотов и теперь уже окончательно закрепим и удалим наши материалы нанесем обязательно немножко клея чтобы было покрепче и приступим теперь к изготовлению наших лапок имитацию лапок можно изготовить используя вот этот мех из которого мы изготавливали тело но мы с вами будем брать возьмем перышко которое я вам показывал и подровняем бородки в одну сторону выберем необходимое вот нам длину по бородкам я креплю вот так его сверху но предварительно нам необходимо оттянуть немножечко резинку следим за тем чтобы она у нас находилась строго сверху вплоть до того что немножечко даже зайти на наше тело и аккуратно теперь уже крепим сверху наше перо также я проматываю переламываю так как здесь нам оно мешать не будет отрезать его не обязательно и возвращаем нашу с вами нить там где мы закрепили все материалы опять берем немножечко промажем нашу с вами нитку клеем ваксой все что у вас будет в наличии и опять нащипаем небольшую вот такую порцию нашего меха кролика нанесли на нить нить как вы видите я здесь не подкрашиваю так как мех у меня светлый следим за тем чтобы перо не попадало под даббинг и выполняем теперь уже подкручивая наш даббинг хорошую грудку по необходимости каждый раз добавляем то количество которое нам необходимо я поменял нить и как вы видите сделал вот такие глазки из лески и закрепил их там где в нас головка теперь нам остается с вами взять необходимое количество перышек которые мы будем с вами для лапок отвести их слегка увлажним пальцы назад и в районе глазок там где я закрепил выполним с вами подхватим перо буквально пара тройка оборотов будут вполне достаточно для того чтобы оно было закреплено следим за тем только лишь чтобы оно у нас находилось строго сверху теперь нам уже перышко наше не нужно мы его аккуратненько с вами удаляем разровняем наши лапки теперь уже не окончательно здесь будут находиться следим за тем чтобы оно находилось строго сверху и теперь переламываем нашу резиночку слегка натягиваем и я обычно выполняю один оборот буквально там где у меня были глазки крепились удерживаю резинку чтобы не было горболей подхватываю и нам необходимо для того чтобы более удобно работать поставить крючок в удобное для нас положение если вам будет несколько неудобно пробуйте крутите вертите его так чтобы у нас было достаточно удобно и я перевел нить как вы видите в район колечка теперь мы берем нашу резинку натягиваем хорошо уже так как это уже у нас будет с вами обозначена сама голова но следим за тем чтобы не было горболей и не попадали наши лапки уведем намочим их буквально парочку оборотов будет вполне достаточно и я обратно теперь так чтобы у меня была хорошая пышная голова перевожу нить заглазки и уже здесь друзья мои мы должны с вами окончательно закрепить материалы добавить немножко клея все отрезать как вы видите мы закрепили все элементы и у нас вышла вот такая конструкция нимфы значит что нам теперь понадобится я обычно беру фломастер черный и коричневый если у вас по каким-либо причинам допустим нет такого фломастера сделайте ее черной или же подберите немножко другой оттенок если имеется у вас лак вот такого вот допустим оттенка черного можно использовать его сверху сразу нанести ну понятное дело что глазки и наша головка район мы выполняем черным цветом значит теперь смотрите что я здесь делаю обычно у нимфы там где грудь и сами вот эти вот боковые части они имеют черную окантовочку а внутренняя часть сама по себе коричневая поэтому я произведу вот такую по бокам небольшую разукрашку такую вот чтобы вышла вот такая как вы видите вот конструкция убираю теперь черный фломастер и беру коричневый я уже показывал покажу еще раз выглядит он приблизительно вот так и аккуратно теперь начиная от района нашего хвостика подкрашиваем нашу резинку скажу сразу что может быть придется не один раз пройтись по нашей резинке так как ластик сам по себе впитывает спиртовую часть поэтому желательно пройти потом хорошо хорошо прокрасить по всем правилам у нимфы есть верхняя часть нижняя брюшка поэтому нам желательно так чтобы слегка еще даже зайти на наш вот мех и перо тоже немножечко мы его с вами подкрасим если вы будете прокрашивать полиэтилен то там несколько другое поэтому спирт впитается сразу и там значительно легче поэтому попробуйте сами и как вы видите вот у нас вышло уже несколько другая более симпатичная наша нимфа если по каким-либо причинам вот как допустим у вас нет пера можно спокойно использовать тот мех который с вами мы наматывали тело поэтому попробуйте как вам будет удобно но в таком варианте я думаю она уже хорошая рабочая у нас нимфочка вот и все друзья мои считайте что мы нашу первую с вами нимфу связали благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи